Очень, опять же, важная и интересная тема — это дебатов. Вот тут Питер, наверное, прав, не прав, наверное, скорее вот вам, уважаемые гости, виднее. Но действительно, представьте себе дебаты, на которые приходит человек, который достаточно глубоко знает экономику страны и понимает, почему не получается. Он, ну, не получается, не получилось то, что хотел, то, что обещал. Он это понимает, он может это объяснить с цифрами, с фактами в руках. Насколько будут эти цифры верны, этого не может знать его соперник, потому что он пока не специалист. То есть, на самом деле, вот в этой ситуации, когда один совсем-совсем с нуля начинает, а второй все-таки информирован, не находятся ли они в положении, когда эти дебаты заведомо проигрышны для одного из них, и он, скорее всего, на них не пойдет? Вот как вы считаете? Лена, давайте начнем с того, что у нас пока нет закона об обязательных дебатов. Я знаю. Для кандидатов в президенты, которые вышли во второй тур. Поэтому то, что эти дебаты состоятся, это совершенно не факт. Не факт, конечно. Тем более, что, да, вы ситуацию разложили достаточно правильно, на мой взгляд, и для одного из кандидатов будет очень сложно именно в такой борьбе выглядеть профессионально подкованно и достойно. Володя разве что может на таланте, на юморе, на иронии их провести. То есть, такой вариант тоже возможен. И возможно, что он как раз в этой ситуации очень бы был самым и подходящим. И именно из-за этого, то есть, Зеленский мог бы на этом еще и получить голоса. Но для этого, конечно же, ему опять бы, я думаю, пришлось хорошо готовиться. Поэтому пока я бы сказала, что ему лучше на них не выходить. Я с вами соглашусь, но представьте себе ситуацию, а она уже вот созрела. То есть, Петр Порошенко сказал, что он готов на эти дебаты. Он понимает, что ему скорее, вот в этой ситуации, которую мы пытаемся себе смоделировать, ему выгодно пойти на эти дебаты. Зеленский пока молчит. Или он уже даже тоже сказал, что пойдет. Это я точно уже вот сейчас не вспомню, потому что все время об этом тоже. Да, он сказал, что он пойдет. Сказал, что пойдет. Значит, они все-таки будем считать, что они состоятся. И вы, во-первых, Дмитрий, считаете ли, что это реально, что они состоятся? На нынешний момент такой расклад считаете ли вы его вероятным? И кто находится в заведомо проигрышной позиции? И сможет ли Зеленский за счет легкости, юмора и остроумия, ну, как-то вот прикрыть вот эти вот пустоты, которые у него... Я ставлю себя на место Владимира Зеленского. Всегда, когда хочешь дать ответ за кого-то, поставь себя на его место. Становлюсь. Актер Петр Алексеевич не хуже Зеленского, а намного лучше. Ложный пафос, ложный патриотизм и так далее, биение себя в грудь с криками «Слава Украине!» и пение гимна у него получается лучше. Актер он превосходный. Я думаю, что Станиславский и Немирович Данченко, увидев его актерский талант, перевернулись бы в своих гробах. Не один раз. Поэтому, понимая, что актерский он меня переиграет, меня, актера Зеленского, актер Порошенко переиграет. Дальше. Он мне будет забивать голову во время дебатов цифрами, за которыми ничего нет, как правило. О чем мне дебатировать с человеком, который запятнал свою репутацию и за пять лет президентства провалил все? Поэтому я бы от дебатов отказался. Я бы сказал, что пусть он проведет дебаты с Гладковским и со своими друзьями, которые являются коррупционерами. Пусть они подебатируют, сколько нам они украли из бюджета денег, и это будут лучшие дебаты. А я покажу себя делами, когда стану президентом. Вот так бы я сказал. Продолжение следует... Продолжение следует...